Добрый день! Давайте сегодня немного потестируем модельку Hypergo. Про данную машинку уже был отдельный обзор, после чего я ее тестировал и катал там на базовых колес, на колесах лопат, которые шли в комплекте. Пробовал покатать ее на 2 и соответственно 3s аккумуляторе и в тот момент у меня на 3s аккумуляторе, возможно было холодно, плюс снег как-то подзабилось, машинка просто отказывала ехать, то есть она вроде включалась, она начала ехать, но отсекалась и не получалось ничего из машинки выжать, хотя машинка в принципе едет бодрый и на 2s и как правило этого более чем достаточно, но когда есть прямая асфальтированная, хочется максималочку выжить, конечно хочется поставить сюда 3s аккумулятор. Давайте попробуем еще раз сегодня прям потестируйте, сделать замер на 2 и 3s аккумуляторе и посмотреть какая будет динамика и будет ли вообще разница вот в управляемости при установке 2 и соответственно опять же 3s аккумуляторе. Старт на асфальте на 2s, выжимаю сразу газ. вот про что я говорю, для данной машинки она небольшая, она относительно даже еще тяжелая, неплохо цепляется, но даже на асфальте видите она стартует и колеса аж начинают отрываться от земли и управлять таким автомобилем уже становится сложно, то есть на полном газу я думаю, что она очень легко будет у меня просто переворачивать, видите она прям подскакивает, вот и вот так мы перевернули. Также напомню, что на аппаратуре управления есть режим 70 процентов мощности, давайте поставим его и как раз таки вот на нем сделаем замер. Ну кстати говоря, трогаться начал прям поплавнее, ну и здесь на высокой максимальной скорости при поворотах она менее склонна к каким-то завалам, то есть максималочка, вот такой у нас угол разворота, в другую сторону, давайте подальше отъедем и к нам, я думаю этого будет достаточно. Ну и кстати говоря, вот по поводу дальность управления аппаратуры, напомню, аппаратура здесь такая себе по чувствительности, по отклюку, ну дальность в целом неплохая, тормозим. Итого при неполной мощности, то есть у нас стоит на 70, мы получаем 40 километров в час, давайте устанавливаем 100 процентов. Вот это неплохой был старт, она видимо подскочила на какую-то небольшую кочечку, потому что с места так она больше не делает. Так, поехали подальше от нас, давайте промчимся сначала мимо нас, летим-летим. Катали бы сейчас по бездорожью, часть мощности уходила понятно там в букс, где-то подскакивала, скорость бы терялась, таких бы результатов бы не получили, но при этом даже на 2С уже управлять автомобилем было бы сложновато. Так, так, опять задняя скорость, задняя скорость, вот нет, сработало. На 100 процентах мы поехали уже 52 километра в час, то есть очень неплохие результаты. То есть покупая автомобиль на стоковом аккумуляторе, просто приезжаем на хорошую асфальтированную площадку и получаем 50 с плюсом километров в час. Ну давайте пробовать трес аккумулятор. Кстати, еще покажу, что на данную машинку вообще четко подошел чехол, который у меня идет для ремохоби 16-го масштаба, там эсмакс, рокет, динго, то есть вот он четко наделся, прям плотненько здесь девается, понятно, впереди есть там отверстие, там снежок, там грязь может попадать, но здесь он прям растянулся, прям вообще идеально. То есть если хотите чехол на данную машинку, берем от ремохоби 16-го масштаба и он идеально подходит. Так, трес аккумулятор, ставим 70 процентов и выжимаем газ с места. Хороший старт. Так, все, с места больше так не делаем, а то у меня уже тестер скорости скажет, что я уже скоро просто выключусь и больше никогда не буду включаться. Набираем скорость плавненько. Смотрите, когда я прошлый раз тестировал, это было зимой, также трес аккумулятор, у меня там стоял именно переходник и возможно система этот переходник недолюбливала и соответственно он отрубался. Сейчас, соответственно, трес аккумулятор с штекером теплаговским, ровно такой же, как изначально стоит на машинке теплаг. Выжимаем полный газ, летим. Ну не знаю, прибавка возможно даже есть, ну в сравнении с 2s на 70, конечно, прибавка точно есть, но автомобиль еще сильнее носит, вообще боюсь даже чуть лево-вправо нажать. Так, я думаю, достаточно, замерили. Давайте подъедем, посмотрим. Так, нажать, 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 переключаем, переключаем. Итого, пиковая скорость составила 61 километр в час и это ведь не максимум. Ставим 100 процентов. Три 100 процентов, но трогаемся плавненько. Блин, сейчас прям проблематично в том, что он начинает просто на трех колесах ехать. Так, прям сильно рано торможусь, давайте еще, мне кажется, не замерил. При том, что здесь поверхность относительно ровная, но я прям очень-очень аккуратно нажимаю влево и вправо, его просто разворачивает. Чуть-чуть больше газа и он начинает носить. Так, еще разочек мимо нас пролетим и будем смотреть. Я думаю, к 80 точно должен подходить. Итого 70 километров в час. Так, ну давайте на небольшом расстоянии. Смотрите, в 70, я думаю, что можно из него выжать чуть даже больше. Все равно, повторюсь, он подскакивает. Здесь не идеально прям поверхность. Но результат в 70, это очень неплохо. Подобного рода скорость с небольшой машинкой я получал только на БКшках Вейлтойсовских. Но сейчас у Вейлтойсовских машинок вообще есть такой момент, что в новых партиях, в новых поступлениях трес-аккумулятор стаешь и машинка просто не реагирует. Данная машинка, видите, на тресе, блин, лишнего газа дал. Чуть-чуть ведь лишнего газа. От того, что переворачивается, корпус начинает очень сильно зашаркиваться. Бампер задний, видите, прям пошел. Я думаю, на такой скорости можно с маслом размотать. Скорость стала интересная, но чисто по прямой. Мое максимально субъективное мнение, в данной машинке трес-аккумулятор абсолютно бессмысленный. Представьте, что вот мы сейчас катаемся на асфальте, да, более-менее ровно, а если мы пойдем на какой-то бездорожье, на такой скорости, то машинка, от того, что он стоит на дыбе, подскакивать, подлетать, переворачиваться кубарем. Не забываем, что это у нас и китайская шаська, и супер качественная пластика, мы здесь не ждем. Оно, безусловно, наверное, там лучше, чем у каких-то там совсем бюджетных моделей, но на скорости там в 70 км в час будет по бездорожью, там машинка на тресе, при 100% будет выжимать, там не 70, да, она будет подскать, если бы там ехать 55, но она будет лететь просто кубарем, переворачиваться, раз, два, три, пять, и где-нибудь будет постоянно ломать, если видите, чуть-чуть, нажимаю газ, чуть-чуть неровность, и машинку сразу переворачивает. Ну и вторая мысль, система, видимо, электросистема не очень любит переходники, повторюсь, зимой пробовал на тресе, отсекалась мощность, возможно, там система нагрелась, регульчик там чувствовал, что есть какая-то потеря, и он просто отсекал, и машинка останавливалась, сейчас разъемчики теплаги, все работает, видите, на тресе все поддержка идет, но, наверное, все же это в данной машинке излишне. В общем, надеюсь, видео получилось информативное, интересное, будем еще, конечно, тестировать данную машинку, поедем, сейчас вот когда потеплеет, совсем потеплеет, обязательно поедем на мотокроссовую трассу, прям погоняем, потому что катал только по зиме, хочется, конечно же, прям по хорошему еще зацепу ее погонять по бездорожью, посмотреть, как она себя будет там вести, насколько будет хороша в управлении, потому что здесь, вот видите, с хорошим зацепом, я просто боюсь даже полный газ выжить. В общем-то, наверное, и все, не забывайте, что можно подписаться на телеграм-канал, youtube-канал, ну и не пропускайте новые видео, всем пока, до следующего видео!